Сегодня мы будем болеть за команду Never Give Up, несмотря на то, что Gaming Gear, нынешний Ultra Virus, знакомые ребята, знакомые люди там играют. Все-таки поддержим команду, представляющую СНГ, скажем так, на данном турнире. Это только The Red и Never Give Up, поэтому давайте посмотрим сначала на их пик. Power of Dreams у нас будет играть ношение на топ-линии, Питер Покер на Зигсе, будет отстаивать мид, Кокошонок вместе с Дульчи будет на бот-линии и, соответственно, Лазанья в джангли на Лисине. У команды Ultra Virus, а Луни будет отыгрывать на Джарване в джангли, Мазарин покажет свою Ариану, Дедли Бразер и Королиус на бот-линии Северсона и на топ-линии у нас Ренектон от НБС. Да, от НБС. Кстати, те, кто читал патч Ноут, я вот сразу на Шена обращу внимание, что увеличили ему чуть-чуть дальность действия Shadow Dash'а, так что я думаю таунтить теперь будет немного легче. Да и Север, наверное, сильнее стала с изменениями. Ну как, тут не понять, сильнее или нет. Теперь скейл к бумерангу идет не только от бонуса Дея, а и от ее родного. То есть от всего. От всего дэмэджа. Да, те, кто еще может не знает, кто только подключился, я напомню, что играем мы на новом патче 3.14 и обоих команд было буквально там несколько часов для того, чтобы ознакомиться. Возможно, кто-то из них успел поиграть и на ПБЕ, но мы придерживаемся нашего расписания, которое было запланировано еще за недели-полторы. Как я уже не раз говорил, я надеялся, что этот патч выйдет, может быть, немножко позже. Вот если бы сегодня ночью, я думаю, было бы идеально, но имеем то, что имеем. Поэтому смотрим, болеем, естественно. И пару секунд у нас отделяет до старта загрузки, поэтому вы далеко не разбегайтесь. Сейчас у нас начнется загрузка экрана. Это значит, что через буквально несколько-несколько секунд, ну, может, секунд 20 мы уже посмотрим. Я с удовольствием хочу посмотреть на все эти изменения. Я лично их еще не успел посмотреть. Примчался на работу, сразу давай готовиться к предстоящему стриму, переговоры. И вот так вот, что у нас идет загрузка. Что-то королиус у нас, наверное, самый медленный. Ну что, Сева, еще какие-то замечания, возможно, по изменениям у чемпионов, может, ты заметишь. Я вчера пытался ночью перечитать, но, честно говоря, все-таки не запомнил. Да, не, наверное, самые основные изменения мы сказали. Думаю, что если что-то вспомним, уже вспомним в игре. Да, может, кто не знает, мы сейчас увидим немножко измененный лес, увидим новый лагерь. Посмотрим на тримкеты, конечно же. Посмотрим, как игроки будут справляться с вардами, которых теперь очень и очень ограниченное количество. Итак, началась у нас игра. Я что-то увлекся разговором и забыл совершенно про трейлер, но ничего страшного. Сегодня мы обойдемся без него. Да, да кому надо тот трейлер. Итак, тут же мы видим в игре тринкеты, да? И команда Never Give Up берет себе, выходит, три вардинг тотема и два свиппинга. Свиппинги забирают себе адекерий и лесник, а вот бывшая гейминг-гир, нынешняя ультравайрос, выбирают себе три свиппинга и два вардинг тотема. Значит, остается у нас пауза. Тем временем мы надеемся, что ничего существенного не произошло. Ни у одного из игроков. Да нет, уже готовы Never Give Up. Небольшая какая-то заминка была. Ну, такие заминки это в целом обычные. Ну, что ж, видим, что команда сейчас Never Give Up, они расположились ближе к своему красному варду. То, значит, вполне предполагают, что ультравайрос попытаются, возможно, заинвейдить, либо же хотят кого-то подловить, особенно саппорта, любящий ставить вард в этот куст. Кстати, напомню, что и кусты у нас теперь подрезаны, чуть-чуть укорочены. Так что это еще одно из изменений, глобальных таких изменений на карте. Но, тем не менее, несколько трэпов тут можно делать. Смотри, как пульс Арчи затаился, явно с флешап будет, наверное, входить и встанет. Но ультравайрос банально заняли пассивную позицию и ждут каких-то движений именно уже от противников. Первая игра. Надо знакомиться бы действительно с противниками, понять, что они могут. Вот. Напомню, что команда ультравайрос, тогда они еще были в геймингеер, играли на финале третьего сезона. И даже смогли одержать там одну победу. Вылетели они не в сухую. Но, в общем-то, мы говорим сейчас о команде, которая играет на очень сильном уровне. Да. Абсолютно ты прав. Тем более, что геймингеер имеют очень хороший опыт. Да. Два года они сейчас уже как вместе. Но, в основном... Смотри, на топе очень интересный момент у нас случился. Power of Dreams ставит стринки-то вард. И подбегает НБС, включает свой свиппинг и разбивает вардецкий. Да, очень интересно. Нужно еще привыкнуть ко всем этим изменениям. Но, в целом, я пообщался со всеми представителями из той и другой команд. Поспрашивал, как они вообще настроили. Ой-ой-ой. Идет на Арчи и, в общем-то, все заканчивается вполне нормально. Да, есть. Погревается Королиус, много деможи ловит по себе. Вторые левеллап получают ботлейн командой Never Give Up. Нету стана у Арчи. Много демоджа выдает сейчас какошонок по Deadly Brothers. Ну, агрессивно как-то решили играть. С первых минут игра цепляет Арчи. Да, и та, и другая команда. Так что посмотрим. Вполне вероятно, что у нас не ждет пассивная игра. Ждет что-то более агрессивное. И надеемся, конечно же, на множество-множество киллов. И различных тимфайтов. Да, я заметил, что Севир сейчас на первых левелах может не настолько сильно. А вот к пятому левелу демоджа от нее вылетает очень и очень много. Тем более, связка Севир-Сона довольно-таки неплохая. Лазанья подходит на бот-линию. Нету бордов. Лазанью не видно. Сейчас будет ганг. Надо стан от Арчи. Отличный стан. Дается стан. По Королю заповедает Соника. И это First Blood за командой Never Give Up. Отличное начало для них. Ну что ж, действительно, Анечка очень и очень сильный персонаж. В плане даже Эмгейджа того же. Видим, как прекрасно Арчи реализует ее сильные стороны. Да, Дульча сильный игрок. Был он в пульсах. Сейчас, на данный момент, без команды. Я так понимаю, он заменяет Make Me Split'а. Да, я, насколько знаю, Make Me Split болен. Даже в больнице лежал. Может, до сих пор еще лежит. С воспалением легких вроде как. С пневмонией. Да, так что, уважаемые зрители, одевайтесь теплее. Погода сейчас не ахти. Очень сыро. Так что, можно заболеть очень и очень легко. Так, у нас здесь Power of Dreams агрессивно отыгрывает против НБС. Бэкается в бот-лейн команде Never Give Up. Тем временем, Deadly Brother фармит и фармит. И мы видим первые арты, скажем так. Это Relic появляется на Дульче. Интереснейший артефакт. Кто не знает, кто не играл еще. Данный артефакт позволяет саппорту добивать крипа. И когда он его добивает... Точнее, если у крипа меньше 200 кп, он его точно добивает. Будь то это скилл или же автоатака. Он получает голду. И голду получает адекерри. Не просто голду, еще и на 5 голды больше, чем бы он получил. А еще, кроме этого, он может хильнуть. Да, может и хильнуть. И там очень сильный хп реген. Именно с этим артефактом у нас большие изменения на бот-линии. На топе прожимается Ignited Power of Dreams, но не попадает он своим таунтом. Соответственно, НБС спокойно уходит. Выигрывает команда Never Give Up на 400 голды в среднем. Увидим, смогут ли они обыграть столь сильную команду. Ну, насколько я знаю, были разговоры о том, что эти команды уже играли и в Team Ranked, и Scream, если я не ошибаюсь. И Never Give Up, по слухам, по разговорам лично я у игроков не спрашивал, но все-таки достойно. Даже побеждали их. Так что сегодня мы ждем отличных результатов от СНГшной команды. Но в первую очередь мы, конечно же, ждем отличной игры. Конечно. Ну и победы от Never Give Up мы ждем. Ну как, не знаю, как ты, Жень, но я бы хотел, чтобы победили. Ну, я бы тоже хотел. Мне очень будет приятно, если сразу две русские команды пройдут следующий раунд. То есть Razerad уже прошли. Но сейчас... Очередь Never Give Up. Да, очередь Never Give Up. Показать, что в России, в СНГ не только одни есть гамбиты, есть много перспективных и сильных команд, готовых сражаться за топовые места. На те времена на боте отличный врыв от пульса. И снова умирает Королиус, Лазанья подходит, попадает Соником. Это второй килл в пользу команды Never Give Up. Будут ли попытки делать Дрейка или не будут? Нет. У нас Питер Покер на базе. Соответственно, не сможет поддержать никак свою команду. Никакие Дрейки начинаться не будут. Да. Ну вот смотри, сейчас 5 фармов уже на дульче. И каждый раз, когда у него будет кдшиться его артефакт, он берет и добивает крипа. Ну что ж, отличная возможность поддержать саппорта, да? Не давать ему так уж сильно проседать по голде по сравнению с другими ролями. Это была одна из главных целей Riot Games, когда они планировали выпускать текущий патч. То есть чуть-чуть улучшить состояние по золоту для саппортов. Да, сейчас все саппорты довольны как никогда. И проблема у нас у Кукушонка врывается. А Луни идет ульта от Power of Drift. Ой-ой-ой, сколько урона! Пролетит у Луни, нету хп. Это килл в пользу Gaming Gear. Арчи пытается преследовать Коралиуса. У Коралиуса есть флэш. Он сможет уйти. И это вот флэш, но стан... Ульта идет от Питер Покера. Но еще рано. Нет у него такого колоссального урона, чтобы с ульты забрать. Но сыграно действительно очень красиво. Арчи... Не знаю, все три килла, которые были сделаны, были сделаны именно с его участием, с его инициацией. И, судя по всему, сейчас упадет Таур на боте в пользу команды Never Give Up. Отличное начало для них. Они уже обыгрывают на 1000 голды. И сейчас еще вдобавок, скорее всего, Кокошонок получит килл от Таура. Если вы... Или я что-то неправильно понял, насколько я читал. Да, но там как-то очень странно. Не дает сверхмного голды. Не знаю, я помню, когда я читал... Тебе, по идее, надо принять участие в этом. Да. Но я, насколько знаю, тот, кто ломает Таур, получает больше голды, чем остальные. На 33 или сколько? Ага, я-то думал, почему всех по 150 вроде как и было. Ну да ладно. До конца я еще не успел все-все-все разузнать. Лазанья ломает вард. Пока Power of Dreams был на бот-линии, Лазанья подошел на топ под Defile Tower. И возвращается в свой джангл. Сейчас Power of Dreams проседает по фарму. И проседает он неплохо в два раза, да, на 40 крипов. Соответственно, голды у него будет меньше. Все меньше и меньше. Зайстоун появляется на дульче. Если посмотреть на голду дульче, у него сейчас всего-навсего на 300 голды меньше, чем у Какашонка. На топе тем временем сражается между собой НБС и Power of Dreams. Но, как мы видим, Power of Dreams намного лучше себя чувствует. Еще и с красным бафом. Так что у НБС пока проблемы. Ух, уже полпу очень много. Еще таунт идет. Идет ульта от НБС. Сейчас пытается он как-то справиться. Хит энд рандом занимается Power of Dreams. Идет Ignite. Будет ли это килл? Нет, не будет. Будет, будет килл, будет флэш, будет... Ой-ой-ой, вешает Ignite еще на Power of Dreams, но... Там бежит, кстати, Deadly Brother и... На ульте, причем, Deadly Brother несется до таунта. Вот, флэш, ин от Deadly Brother. Хватит ли демеджа сейчас сивирке? Нет, не хватит демеджа. Не убьет Deadly никак Power. Да, разница в два левела. У Power еще есть и банки. Он подхилился. Отлично. Тем временем на Дрейка уже пошла команда Never Give Up. И они наращивают преимущество просто колоссальными темпами. Уже 3000 практически голды разница. И все это говорит о том, что серьезно настроена русская команда. Хотят они побеждать. Все на миде сейчас, все на мидлейне у команды Never Give Up. Есть БФ на Кокошонке вместе с Вампириком. Соответственно, демеджа там очень и очень много. Всего 10-ая минута. 14 фарма нафармил себе уже дульче. Сколько у него на руках? 500 голды у него есть. Будет что-то докупать, обновлять. Вот скоро на подходе у нас 9-ая левела. Значит, тринкеты продейтятся. К сожалению, нету синего. Тринкета было бы интереснее посмотреть синим. Но, видимо, немного не доработали. Райты его. Ну, играем на том, что есть. Да, да. Я уверен, что подготовка к такому массовому патчу не так-то и проста. И, соответственно, избежать неких недочетов было очень и очень непросто. Тринкеты это интересно и весело. Все декерри берут себе свиппинг сейчас и разбивают ворды. Всегда можно поменять тринкеты, если что. Да, они бесплатные, если вы вдруг еще не знали. Смотри, идет свап-линий. Или ты уже подмечал? Я, кстати, можно... Не, не подмечал. Пытаются здесь для бразера как-то выстоять против Power of Dreams. Меняются они, потому что не в силах у нас НБС отстаивать на своей линии. При том, что у него колоссальный перефарм. Сейчас с Теоматом он запушит очень легко. Запушит легко, но, как мы понимаем, с Теоматом это значит, что рингтон будет более мягкий в замесах. И посмотрим, как... С одной стороны, это неплохое решение для того, чтобы массово там убивать всех и вся. Но, с другой стороны, нужно понимать, что здесь будут некоторые проблемы. Отлично. Лазанин интересно отыграл. Сейчас вытолкнул ультой. Пытается справиться он с НБС. Сносит ему полублока ХП. Здесь Power of Dreams подходит уже на помощь. Лазанин. И посмотрим, справится ли как-то Лазанин. Есть ли ульта. У Павера есть ульта, но не решается Лазанин идти дальше. Подходит сюда Луни. И как-то он просто впрыгивает один, ничего не боясь. Очень рискованный был шаг, потому что, мне кажется, могли бы вдвоем его неплохо встретить. Игроки Never Give Up, но тоже решили отказаться от этой затеи. Вообще, очень странно отыгрывают сейчас у нас ультравайресы. Они отдали много киллов. Ничего не пытаются сделать. Видим, как у нас дульче подходит на помощь Питер Покеру. Пытаются они, наверное, как-то запушить мид, сносить его. Мазарин тем временем фармит. Мазарин неплохо фармит. Перефармливает он Зигса ненамного, но тем не менее. Вижен. Да, сражается за Вижен и все-таки добивает Коралиус Вижен. Тоже стоит напомнить, что теперь он имеет 5 хп, но видимый. Да, это действительно важный аспект. Ну что ж, 2 кила ношения. Есть у нас много хп у Павера. Никаких тимфайтов. Он подходит сюда Луни забирать Павера в Дримса. Дает комбинацию. Куча демэджа летит в Павера. Но он довольно-таки толстый, поэтому ничего он не вестит. Просто добегает. Да, спокойненько добегает. А вот на топе у нас сейчас будет драка, потому что подходит Мазарин. Кстати, мид у нас вообще пассивный. Мы абсолютно ничего не видим на этой линии. Игроки там банально фармят все, что... Коралиусу надо ульту ультиться. Вот он дает ульту вдвоих. Входит ульту. О, какие флеш. Очень-очень вовремя дает флеш Дульфи и Какашонок. Много дамеджа по Дэдли Бразеру. Идет и гнает на Какашонка ульта от Шена, но не спасает Павера в Дримс. Сейчас Какашонка. На боте тем временем дайвят Бауров в Дримса. Его вдвоем там ломают и убивают. Также... Ох, подходит у нас Питер Покер. И, судя по всему, это будет даблкил. Слыша, Слыша забирает килл, но не попадает он своей бомбочкой. Ай-яй-яй-яй. И отталкивает. Ну вот, вот, нет. Нет. Ошибка от Питер Покера и убегает все-таки Мазарин. На боте там Лазанья, у него проблемы. Слишком большая тут волна крипов встанет. Слыша, Слыша, НБС идет. Так хотят убить Лазанью. Ой-ой-ой. От Алуни. И НБС должен выбегать, потому что танчил именно он Тавер. Но Тавер уже упал, проблем нету. Подбегает Таранектон и вот так вот махает своим, я не знаю, как это назвать, лезвием. Лезвием, да. И забирает Лазанью. 3 на 5 счет в пользу командного Гелапа. А вот по голде они выигрывают всего-то 300 голды. Да, вся разница буквально исчезла в считанные секунды. Килл на топе, 2 килла на боте, еще плюс Тавер. Игра у нас становится равной. Хотя... Хотел бы я сказать, что Лазанья забрал Дрейка. Не обращали мы на это внимания. Ну, и это дает еще дополнительный бонус по голде. Да, хотя мне понравилось, как Лазанья там прыгал, скакал. Очень долго он там жил. Несмотря на то, что танковали Таур-крипы команды Ультравайрос. Двое игроков там бегали вокруг него. Причем двое очень толстых игрока. Это и Ренингтон, и Джарван. И он до последнего тянул сколько мог. Итак, появляется у нас Дрейк. Подходит команда сюда Ультравайрос. Да, мчится уже сюда также команда Never Give Up. Но очень далеко Джиггс с Лисином находится. И вот Дульча идет. Ульта от Зиггса по троим. Много дэмэджа. Много дэмэджа попадает сейчас в Power of Dreams. Ульта от Севир. Все выходят. И это Дрейк за Ультравайрос. Не захотели Never Give Up впрываться. Ох, ох, Power of Dreams. Нужно быть очень аккуратным. Но идет пуш по миду. И сейчас посмотрим, ждет ли нас файт. Идет врыв от Дулча. Он станет. Ох, я уже запутался. Кто кого тут бьет. Отфлэшится. Power of Dreams выходит на лоу хп. Тем временем Фитер Покеш забирает Алуни. НБС выходит с полым блоком. Мазарин вместе с Коралиусом будет пытаться чезить. Нет, чезит только Мазарин. Он входит сам. Естественно, не прощает его Питер Покер вместе с Дульча. Отличная ульта. Сейчас Атарианы притягивает Дульча. Дульча умирает. Севирка забирает у нас Кокошонка. И выживает только Питер Покер. Лазаня на лоу хп. И Power, который с флеша убегал. Как только мог. На размен в пользу команды Ультравайрос. Да, 5-6. Но тем не менее мы видим, как уже заканчивается лейнфаза. И именно в командном противостоянии пока намного лучше смотрится команда Ультравайрос. Они уже опережают на 1000 голды. И посмотрим, предпринемет ли что-то команда Never Give Up. Им нужно постараться все-таки выбраться из этой ситуации. Нужно сделать неплохой файт. Хотя инициация от Дульчи вроде была как классная. Но все вернулось не так хорошо. Ну что ж. У нас выигрывает сейчас Ультравайрос на 1000 голды. Посмотрим, что у нас покупают игроки. Блудсерстеры есть у Джинкс и Севир. Севир у нас уходит в статикшиф или ПД. Увидим, что же она купит себе дальше. А вот Кокошонок будет покупать себе Ласт Виспер. Правильное решение. Почему бы и нет? Надо пробивать вот этот вот Санфайр, который есть уже на Ренектоне. У нас Аллуни еще с Spirit of the Entity голымом. Джиан Бельт на нем сейчас. И плюс к этому всему Ninja Tabion берет. Не боится, не боится у нас Аллуни Мэйджик дэмажа почему-то. Ну что ж. Значит, на что-то рассчитывает он. Там на топе, кстати. НБС вместе с Power of Dreams сражаются. Если помнишь минуты так 10 назад Power of Dreams просто разрывал. Ульта от Севир, ульта от Севир и очень быстро становится команда Ультравайрес. Хорошая ульта от Соны. Дульчи выходит. Но Катаклизм от Аллуни догоняет прям по таврам Дульчи. Ульта от Олега идет на Лазаню. Лазаня все-таки спасается. Прилетает Power of Dreams. Забирает он с таунта Сону. Аллуни лоу хп игнает от Power of Dreams. И это килл. Дабл килл для Power of Dreams. Дедли выходит с лоша. Барьер сейчас упадет. И нет, Power умирает. Размен становится 2 на 3. И на данный момент в пользу Ультравайрес. Четвертый килл. Остается живой только Питер Покер. Он очень лоу хпшный. Очередной размен. Выигрывают Ультравайрес. И будет пуш по миду сейчас. Вот он же и старается забрать. Немножко увлекся Power of Dreams. Нужно было прекратить чейзить. Как только он увидел, что Дедли Бразер прожал барьер. Там сразу он оказался один между тремя игроками. И в итоге получилось то, что получилось. И Power of Dreams. И Лазанья, который видимо пытался где-то там может кого-то прихватить. Или спасти Пауэра. Но в итоге оба погибли. И 4. В одного или в двух я, к сожалению, опять перепутал. В одного, мне кажется. В одного. 9-8 становится счет. Уже опережает команда Ультравайрес своих противников на где-то 2500 голды. И видим, что уже мидгейм пока что именно за бывшими гейминг-гер. Если бы поначалу доминировали имена игроки Never Give Up, то сейчас инициатива пришла к их оппонентам. Тут Коралиус пытается сломать Вижен. И кучу демэджа он поймал от Питер Покера. А Луни подходит к Коралиусу. Будут ли сейчас они сражаться на миде? НБС встречается с Power of Dreams. Не знаю, как-то размениваются они по чуть-чуть по хп, но вдвоем настолько толстые, что это особо и не ощутимо. Да, но НБС очень легко себе восстанавливает хп. От каждой автоатаки он дает... Да, Схидро у нас НБС. И так, возможно, долго и нудно. Но демажит на миде. Дульше идет агрессия Тиберсом. И подхватывает все это дело Питер Покер своей ультой, забирая в свою очередь Коралиуса. Да, 9-9 становится счет. И сейчас нужно что-то делать. Пока там НБС с Шеном дерутся. Я думаю, можно было бы попытаться что-то синициировать. Так как Power of Dreams, благодаря глобальному ульту, в любой момент, по сути, может... Ну и ульта нету. Вот так вот. Но совсем немножко осталось. Да, не обратил внимания. 10 секунд и, по сути, уже готовятся, наверное, к какому-то замесу. Игроки, пока Power посплитпушит. Пока Power посплитпушит. Посмотрим, выйдет ли у него сплитпушить Эрнектон из Гидро и Санфайром. Этот Эрнектон просто идет, и пачки крипов разлетаются. Скоро должен быть Дрейк. Вот он появляется. Да, и сейчас здесь будет файт. Не знаю, Power of Dreams и НБС уже подтягиваются к логову. Да, у Power начинается Дрейк. Алуния врывается, НБС подходит. Не боится у нас Power of Dreams. Сейчас Таун будет. Забирает Дрейка. У нас Лазанья, Лазанья. Просто умничка выбивает. Он Драгонстрайком, НБС и хорошие. Хорошие ловушки идут от Кокошонка. Два игрока команды Ультравижн не становится. Ультравижн, Ультравайрос. И что ж, отличный, отличный мув от Лазанья. Да, выбили ульту из Севир, выбили ульту из НБС. А значит, что у команды Нефакива сейчас есть отличный шанс вступить в бой. Вот сейчас будет ультить Ори? Нет, не будет. Не могу понять, почему Мазарин не захотел ультить. Я думал, Мазарин сыграет агрессивнее. Есть ульта у Мазарина и Алуни, и они довольно-таки часто неплохо разыгрывают свои ульты. Причем это все дело еще может поддержать Коралиус. В общем-то, нет ультимейта только у Севира и у Ренектона. Но без Севирки, конечно, плохо. А вот у Ренектона ульта вообще никакой ветер не делает. У Дулча откатилась ульта. Значит, стоит в очередной раз ждать какой-то такой хитрой инициации. Уже готов, стан. Итак, врыв идет, одульчая ульта, Коралиус лоу-хпшная, хорошая ульта от Питера Покера. Пауэр оф Дримс на Питера ультит. Отультился у нас Мазарин, притянул всех, тем самым делает погоню не очень. Кокошонок попадает своей ультой Валуни и Мазарина. Вынуждены отступать игроки команды Ультра Вайрос. Это точно, мид будет уже в пользу команды Never Give Up. Очень лоу-хпшные, многие игроки команды из Латвии. Ты знаешь, я думаю, что Соне сейчас просто ненавидит Питера Покера, потому что он ультит только в нее. Ну, он ультит в нее, пока она под станом ее съедает в 4 секунды, и все, считай, ульты у Соне нету. НБС врывается с хитрой, сколько демеджа. Ой-ой-ой. Лазаня, Лазаня не отдается, спасается он Вардом. А, Луни с флеша катаклизм по Дульче. Тут же снимается катаклизм, начинают фокусить. И флеш от Питер Покера, наверное, умирает у нас Арчи. Да, нету Дульче, хотя барьер. Барьер прожимает Deadly Brother. Продолжается у нас ЧАС Ариана с НБСом. С флеша входит НБС, поддерживает его Алуни, и даблкил для Алуни. Выходит 2 килла в пользу команды Ультра Вайрос. Что ж, мидлейн, скорее всего, сейчас будут пробовать пушить игроки Ультра Вайрос. И у них, наверное, это получится, потому что Кокошонок не очень-то хорошо отпушит врыв от Алуни. По Лазанне куча дэмэджа, НБС врывается с Лайс Энтайса. Будет ли стан? Нет, идет Драгон Страйк, выбивающий НБС. В общем-то, дайв закончен. Но ХП потеряли игроки команды Ультра Вайрос. Пауэров Дримс тут дейфтит вместе с Кокошонком. И у них все неплохо выходит. Да, там, когда Пауэров Дримс пытался сбежать, у него был такой фейлтаун. Он не смог пролететь им через стену. Пришлось использовать свой флэш. Благо, быстро среагировал на это. Ну что, доминирует потихонечку команда Ультра Вайрос. С всеми силами они... По... Продолжение следует... 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 Да, нету вардов там Да, но вот сейчас Нет, впрыгивает он в синий Не заметил его этот вижен вард Кому же уйдет синий баф Тем временем команда Never Give Up Всеми силами пушит Отпрыгивает Питер на своей Бомбе На взрыв пакете Ну что, Power of Dreams наконец-то ломает Топ башню У команды это конечно же Намного лучше чем То что было до этого На боте кстати идет сильнейший тоже пуш Но вряд ли там упадет Да, я думаю именно поэтому Будут давить мид, чтоб никто не ушел А если кто-то уйдет, тут же будут навязывать драку Игроки команды Never Give Up Дульче со Станом У всех есть Смотри, убежал туда Deadly Brothers И это значит, что сейчас отличный шанс Для команды Never Give Up Запушить и сломать Татару У него осталось меньше чем 50% хп Но нету крипов, которые могли бы помочь им в этом Power of Dreams с МБСом веселятся на топе Тем временем Never Give Up все-таки пытаются забрать Тавер И я так понимаю, не хотят драться Нету у Алуни сейчас Ой-ой-ой, сколько же хп теряет лзания Да, это опасно Ну что, нужно бэкаться, наверное Отойти и предпринять попытку где-то, наверное С другой стороны зайти Либо же сразиться Так, Power of Dreams разменивается с НБСом Но эти размены дляся по пару часов А вот у нас флешин идет от Дульче Тут же прожимается Ой-ой-ой, минус ульта от Кокошонка Он ни в кого не попадает Но если бы попал, было бы очень хорошо Ой-ой-ой, какая ошибка от Арчи Он пытается сейчас выжить Но спасает, спасает Просто Кокошонок сейчас на пассивке Много демэжа он выдает Дэдли Бразер потерял пол блока своего хп И это минус мид в пользу команды Never Give Up Ой-ой-ой, еще могут кого-то забрать Но Алуни не заберешь А вот Королиус очень лоу хп-шный Достанет Флеш, флеш Спасает На топе тем временем Судя по всему победил Кто у нас? Power of Dreams? Я не вижу Да нет, не победил Просто ушел НБС Вот сейчас НБС на миде И будет врыв от Алуни Здесь не надо думать Естественно, все это прекрасно понимает Ой-ой-ой, что просит Идет катаклизм Забирают, забирают Питера Проблема у Дульче Дульче тоже умирает Но хп потеряет Дэдли Бразер Вынужден отходить Лазанья с последних сил И все-таки ломает Он инхибитор команды Gaming Gear И Олег тоже здесь отдается Это квадрокилл Квадрокилл, ничего себе Ну, на самом деле, не знаю Стоило ли оно того Ломать инхибитор Вместо Едаться при этом всех пятерых Ну что ж У нас здесь ультравайрос Ультравайрос неплохо себя чувствует Но сейчас они, судя по всему, ответят Тоже Тем, что соберут инхибитор Первым появится он на Сарче Но он один Ничего здесь не сделает Поэтому Я думаю, что это будет тоже Минус сторона Этот талисман Конечно, который вместо Шарелли Сейчас Помогает неплохо Команде Новый Геваб Теряют игроки Новый Геваб Инхибитор И Убивает все-таки Шатдаун Отлично Как он умер Я там не знаю Как-то долетела бомба Какая-то хитрая Но слышим этот Смех От Петра Покера Каким-то чудом он все-таки Это действительно Каким-то чудом Что ж Две тысячи выигрывают Игроки Ультра Я все время Знаешь Я все время хочу Назвать их Геймингер Ультравайрос Ну нет Надо уже называть Так, как и есть Все-таки У команды Есть свой логотип Есть Свой тег И нужно их Уважать Ну мы-то уважаем Ломают Тавер Игроки Гейминг Гейминг Ломают Тавер Ультравайрос Мы их уважаем Но называем Как нам удобно Вот так Ну уважать-то Я вас уважаю Идут на Дрейка Сейчас Отличная возможность Забрать его Без особых проблем И тем самым Сравнять Количество голды Да, честно Отдавали Ультравайрос Просто все, что можно Забрали инхибитор Но отдали Топ Отдали Дрейка Сравнивают Счет по голде Раки команды Never Give Up Судя по всему У нас игра будет Тоже немного Затяжная Напоминает Это чем-то мне Вчерашние поединки Которые Вчерашний поединок Бился час Да, один из поединков Так что Если вы пропустили Сражение между Копенгаген Вульс и Team Heroes Вы можете Найти ссылочки На нашем канале На ютубе Найти Соответствующие Новости На нашем сайте Вплей.tv И посмотреть На эти сражения Которые там Просто эпические Были Действительно Захватывающая игра Но у нас здесь Тоже не менее Интересная игра И вот сейчас Вокруг на Шора Лазанья Лазанья Не докинул Соник Очень Интересно Сервал Лазанья И вот снова Не докинул Соник Да, что-то у него Не получается Что-то Соник Это Что-то Не то, что Не то, что Ему нравится Итак НБС Ломает Вард На Шоре Да, получается Сейчас мы Увидим Увидим Драку Судя по всему Мы ждем Какой-то Врыв От Арчи Я не вижу Пока на нем Не вижу На Арчи Этот Пассивочки Его Ну что Начинают брать Драке Аня Сейчас будет Драка Это точно Есть стан У Арчи Ульта Севир Куча демеджа Полозанья Тоже сыпется Арчи ультит В Коралиуса Собственно говоря Коралиус Выдает свою ульту По четверым Отличная Стяжка от Арианы Тут же Даблкил на нее Забирают Просто всю Команду Пытается Питер Покер Как-то выжить А Луни На ускорении Сейчас у него Будет Вот Наконец-то У него Есть его Комбинация У Легата У Питера Реальные проблемы Дает он Свои мини-бомбы Но цепляет Его бумеранг Дедли Бразера Эйс В пользу Команды Ультра Вайрос И сейчас Они просто Бегут По миду Интересно Они хотят Заканчивать игру Или что это Вполне возможно Что да Мазарин танчит Времени у них полно Сейчас потянется Наверное Времени у них Действительно Полно Там Через 10 секунд Появится Только Как всегда Дулчи Появляется Первым Умирает Он Первым Ну что Можно поздравить Наверное С победой Команда Ультра Вайрос Пока С первой Победой Но Еще на этом Ничего Не закончено Навагивап Конечно же Могут Еще Отыграться И Надеемся Что Это Все таки Произойдет Ну а мы С вами Пока Уходим На Небольшой Музыкальный Перерыв После чего Вернемся Уже во вторую Игру И продолжим Ну Естественно Болеть За Навагивап